Начало нового учебного года по традиции посвящено не только теме обучения детей, но и антитеррористической безопасности. Но до сих пор памятны трагические события в Беслане, навсегда изменившие подход к проверке защищённости образовательных учреждений. Сегодня во всех школах Карачаева-Черкесии прошли учения для педагогов. Подробности у Артура Мхце. Охрана на входе и развешанные в коридорах камеры видеонаблюдения, элементы защиты жизни и здоровья детей. Необходимость контроля за происходящим в здании доказана на практике. Однако без систематических учений персонала и воспитанников учреждений, разумеется, не обойтись. Накануне нового учебного года в школах и детских садах Карачаева-Черкесии прошли обучающие занятия для педагогов. Отрабатывается каждый этап ликвидации чрезвычайной ситуации, при этом рассматриваются всевозможные варианты событий. Обучается педагогический коллектив и технический персонал действий при чрезвычайной ситуации, потому что меняется законодательство, меняются инструктажи. И поэтому необходимо проводить обучение персонала в соответствии с изменениями в нормативной документации. Каждый сценарий реагирования на возможное происшествие согласовывается с сотрудниками правоохранительных органов. Те вносят свои коррективы, основываясь на практический опыт противодействия. При необходимости помогают преподавателям. Ведь в дальнейшем именно педагогам предстоит объяснять ученикам порядок действий. В каждой школе разрабатывается свой алгоритм действий в зависимости от тех условий, в которых работает школа. Мы выработали свой алгоритм, который уже работает практически 7 лет и немножко изменяется с течением времени. Мы благодарим сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии за то, что они регулярно приходят, проводят инструктажи, вводят в курс изменений, которые произошли в нормативном законодательстве. До нового учебного года остались считанные дни. В начале осени уже учащимся предстоит осваивать правильность реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачао, Черкисия.